В этом уроке мы поговорим про TAP-Link, как пользоваться, обзор и примеры. То есть мы полностью с вами разберем весь сервис, все функции, которые в нем есть, все тарифные планы и все, так сказать, фишечки, которые в нем скрыты. Поэтому смотрите до конца. Скорее всего, этот урок будет состоять из нескольких частей, потому что очень много разных функций, которые включены в сам тариф. Мы будем рассмотреть абсолютно все, поэтому если вы хотите полностью освоить этот сервис, понимать все настройки в нем, чтобы вы могли его использовать именно под ваш бизнес, я рекомендую просмотреть все уроки от начала и до конца, потому что потом, позже, у вас будут возникать вопросы, и я даю вам гарантию, что на них в этом видео я отвечу. Итак, как происходит процесс регистрации? Все на самом деле просто. Вы нажимаете на войти через Instagram. Если вы уже были авторизованы, получается, через браузер, с мобильного телефона, либо с компьютера, то вы просто войдете с той учетной записью, которая у вас за логин, получается, под той, где у вас авторизация в Instagram. Суть топлинка в том, что они создают для вас отдельную страничку, но с названием вашего аккаунта. То есть в данном случае у меня аккаунт в Instagram выглядит так, то есть собачка Дон Карташов, ну либо Instagram слэш Дон Карташов. Следовательно, если у вас будет, не знаю, там, света 2.2.2, то у вас будет топлинк света 2.2.2. То есть логин у вас берется из Instagram, поэтому если вы поменяете логин в Instagram, логин в топлинке у вас тоже поменяется. Это важный момент, потому что иногда люди меняют ссылку в своем Instagram, то есть они меняют название Instagram, но забывают поменять ссылку в топлинке, и при нажатии на старую ссылку не будет открываться топлинк, а будет открываться главная страничка вот эта. Тем самым можно будет потерять ваших потенциальных клиентов. Это важный момент, на всякий случай запомните это, либо запишите. Что здесь касается меню, мы будем подробно разбирать все пункты. Сейчас сделаем такой обзор, чтобы у вас было более-менее понимание того, как это устроено. И если вам будет интересно, вы тогда посмотрите более углубленное обучение в следующих уроках. Во-первых, здесь есть вверху меню, это страницы, то есть на платном, на максимальном тарифе вы можете создавать себе множество страниц к вашему аккаунту, чтобы на разных страничках у вас были разные товары, либо разные описания, то есть разные странички, привязаны к одному вашему профилю. Вы можете смотреть на статистику, то есть на то, что происходило на вашем топлинке, сколько людей заходило, нажимали ли они на кнопочки, что они вообще делали. На платном тарифе вы можете принимать заявки, то есть у вас появится форма, которая принимает заявки, и соответственно здесь своего рода появится CRM-система, которая позволяет ввести клиентов. Также есть возможность добавлять товары, то есть вы можете сразу же через топлинк продавать, причем вы можете подключить платежный агрегатор робокасса на текущий момент на запись этого видео и сразу же принимать оплату в автоматическом режиме. Есть дополнительные модули, которые можно подключить к топлинку, есть настройки топлинка, то есть это изменение шапочки, то есть изменить дизайн, поменять настройки, установить дополнительные коды Facebook и прочего. И есть еще одно меню, которое появляется при наведении курсора на вашу аватарку. Вы можете подключить дополнительные профили в топлинк, но внимание, то есть каждый дополнительный профиль, соответственно, это если у вас несколько инстаграм-аккаунтов, вы их можете не под каждый дополнительно делать регистрацию, а все их установить в ваш единый профиль. И при нажатии на подключенные профили, вы видите список ваших профилей и кнопочку переключиться. Нажимая на переключиться, вы сможете авторизоваться в каждый из ваших профилей. Но, внимание, под каждый такой профиль нужно отдельно покупать оплаченный тариф. Но есть чит-код. Если у вас есть несколько, допустим, аккаунтов, и вы ведете бизнес не на всех активно, то при желании, если вам, допустим, аккаунт, вот Дон Карташов стал неактуален, вы можете написать в техподдержку, что у меня есть еще один профиль, да, он у меня в подключенных, допустим, там, не знаю, не Дон Карташов, а Карташов 222, перенесите, пожалуйста, тариф туда, и вам перенесут ваш оплаченный тариф на тот инстаграм-аккаунт. Это важно, не все об этом знают. Далее, есть совместный доступ, то есть вы добавляете своего рода администратора, который может заходить в данную панельку, и, точнее говоря, заходить в топлинк, настраивать сам интерфейс топлинка и иметь доступ, соответственно, к заявкам, к товарам, то есть если вы даете доступ вашим менеджерам для обработки заявок. Есть партнерская программа, есть цены и тарифы. Давайте мы быстро к ним перейдем, рассмотрим этот вариант, и уже будем переходить к самим настройкам. Есть три тарифа. Это тариф базовый, тариф про продвинутый, да, и, соответственно, тариф бизнес. Чем они отличаются? Если вы собираетесь вести бизнес на тариф базик, даже не смотрите на базовый, потому что в нем нет возможности вставлять практически ничего. То есть на нем стандартное, абсолютно пустое оформление, нет возможности вставлять картинок, нет возможности вставлять кнопки. Точнее говоря, кнопки на мессенджеры. Смотрите, что касается мессенджеров, сейчас я добавлю, вы можете вставить прямые ссылки на ваш WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, ВКонтакте, Skype, Line. Ну, соответственно, преимущественно все работают через WhatsApp, да, либо через Viber. Довольно, ну, хорошо они работают. И устанавливая данные значения, указав ваш телефонный номер, человек при нажатии на данную кнопку, у него, если он с телефона, у него будет открываться его WhatsApp, либо его Viber с уже включенным вашим, получается, заведенным вашим номером, и человек может вам просто сразу же написать. Вот этой возможности на бесплатном тарифе нет. Вы сможете использовать только ссылки, и при этом ссылки выглядят не очень красиво. Давайте сейчас любую напишу. То есть она выглядит непонятно, что это вообще кнопка, да, и при ее нажатии не происходит вот такой, ну, грубо говоря, магии, да, для некоторых людей. То есть это выглядит очень как-то непонятно и неопрятно. Иными словами, то есть в этом случае сильно снижается конверсия в покупке. А с учетом того, что цена 1000 рублей в год, то как бы это копейки для ведения бизнеса. Плюс для вас дополнительно действует промокод по договоренности с Топлинком. Если вы введете внизу тарифа, вот здесь получается промокод Дон Карташов, он есть под видео, да, можете его использовать оттуда. Нажав задействовать, то у вас будет скидка дополнительная минус 10% к стоимости тарифа. То есть на момент записи видео здесь цена такая, да, по тарифам 1000, соответственно, 3400. А на момент, когда вы будете просматривать видео, может быть, цены изменятся. Но при любом раскладе вы получаете эту скидку в районе 10%. И оплачивая, соответственно, на год, у вас скидка будет не 50%, а 60%, что довольно дешево. В счетом того, что разработка сайта минимум будет стоить 15%, а здесь вы все это делаете самостоятельно, я вам покажу, как все это настраивать, то это получается очень выгодное, дешевое предложение. Я сейчас далее не буду уходить глубоко в отличие между тарифами, но суть заключается в том, если прям максимально коротко говорить, что на ProTarife у вас появляются все необходимые настройки по практически всем кнопкам, да, то есть вы можете использовать тексты в аватары, вставлять видео, вставлять картинки, социальные сети, можете вставлять HTML-код, насколько я знаю, но у вас нету формы платежей и нету страниц. То есть у вас на ProTarife нету возможности принимать заявки, нету возможности добавлять товары и нету возможности создавать множество страниц, если у вас несколько товаров. И если мы говорим, допустим, про сетевой бизнес, либо мы говорим про то, что вы хотите продавать какие-то товары, то ProTarife вам просто недостаточно, потому что вы не сможете создавать дополнительных страниц с описанием ваших товаров и, соответственно, не сможете создавать дополнительные странички под разные целевые аудитории, если вы настраиваете рекламные кампании. То есть простой пример, вы настраиваете рекламную кампанию для сетевого бизнеса, у вас на одну страничку вы приглашаете мам, на другую страничку вы приглашаете студентов, на третью вы приглашаете бизнесменов. На ProTarife это сделать невозможно. То же самое, если у вас какой-то магазин, вы продаете услуги, допустим, по Инстаграму, вы продаете пресеты, продаете настройки, аудиты и прочее, то логичнее, чтобы у вас описание каждой услуги было на дополнительной страничке, а не огромной пеленой, простыней текста вниз. Собственно говоря, про ProTarife и бизнес-тариф я объяснил. Еще раз, промокод находится под этим видео. Если вдруг он не работает, свяжитесь по имеющимся у вас контактам со мной, я вам все это дело расскажу и подскажу. Теперь, когда мы с вами поговорили про тарифы, поговорили про меню, можно перейти, собственно говоря, к самим настройкам. Давайте мы этим и займемся. Итак, основные настройки, которые вообще, в принципе, происходят, это то, что происходит у нас на уровне страниц. То есть, на уровне страниц мы с вами настраиваем то, что мы хотим, чтобы видел человек. Как это будет выглядеть? То есть, у вас, соответственно, при создании топлинка появляется своя страничка, это, так сказать, базовая страничка, и все, что вы заполняете вот в этом поле, вот, получается, в интерфейсе мобильного телефона, это все будет отображено у человека на его мобильном телефоне, либо на его компьютере, если он его открывает. Что здесь вообще можно сделать? Давайте я сейчас создам дополнительную страничку, пустую. Покажу вам просто пример. И, соответственно, я нахожусь на бизнес-тарифе, поэтому у меня есть возможность создавать множество страниц. Да, то есть, я могу создавать разные странички с разными функциями на них. Давайте теперь посмотрим. То есть, вы, по идее, когда вы регистрируетесь, вы видите примерно то же самое, что вижу сейчас я. То есть, здесь есть ваша аватарка. Аватарка берется у вас из Instagram-аккаунта. Да, то есть, поэтому, если у вас в Instagram-аккаунте нет фотографии, то у вас, соответственно, здесь не будет ничего. Но, если вы не хотите, чтобы здесь отображалась ссылка на ваш Instagram-аккаунт, а люди, которые понимают, что вот эта собачка и Дон Карташов, это прямая ссылка на ваш Instagram. Точнее говоря, если просто скопировать название аккаунта, да, то Дон Карташов в данном случае. Вот это Дон Карташов. И открыть эту же самую ссылку в Instagram. Instagram. И вставить вот здесь Дон Карташов, то вы можете попасть в, так сказать, исходный аккаунт, который, над который или благодаря которому регистрировался Топлинг. Поэтому, имейте это в виду, если вы хотите это скрыть, то вы можете просто убрать отображение, то есть, при открытии аватара можете нажать на «Скрыть имя профиля под аватаром». Таким образом, вы его скрываете. Но, опять же, если вдруг вам по какой-то причине надо будет найти пользователя, который, ну, как бы скрывается за этой ссылкой, то в любом случае при открытии самой ссылки на Топлинг, ваше имя содержится вот здесь. Поэтому, если вдруг вы по какой-то причине не хотите, чтобы люди могли зайти в ваш аккаунт, вы можете зарегистрировать Топлинг на абсолютно какое-нибудь левое имя, допустим, там, «Майсайт» либо как-нибудь так. Это задается просто в названии вашего аккаунта в Инстаграме. И оставить его абсолютно пустым, для того, чтобы, если люди будут на него захотеть, соответственно, они попадали в абсолютно пустой профиль Инстаграма, и ничего они больше, как бы, не имели и не понимали, как это происходит. Вот, а по максимально быстрым вариантам, ну, там, по меню мы с вами прошлись, по отображению интерфейса мы с вами тоже прошлись, все настраивается именно вот здесь. И давайте мы, наверное, перейдем к следующему видео, где мы уже с вами уйдем полностью в обзор настроек, которые есть на страничке, потом мы с вами поговорим про настройки, которые есть в меню, то есть как изменять дизайн, и потом в следующем уже, наверное, видео мы с вами просмотрим статистику, заявки, товары, модули. То есть мы с вами полностью все это дело просмотрим. Еще раз, если у вас нет топлинка, то под этим видео у вас есть ссылка на регистрацию, и у вас есть промокод. Выбирайте минимально, если вы настроены заниматься бизнесом, вам, еще раз повторяюсь, вам нужен про тариф, это минимум, а на лучшем решением для вас будет тариф бизнес, потому что он открывает вам возможность создавать множество страниц, и для нас, для ведения рекламной политики на разной целевой аудитории, нам нужно будет создавать разные ссылки, точнее говоря, разные странички, и без этого никуда. Соответственно, если у вас множество товаров, или вам надо принимать заявки на сам топлинк, вам тоже нужен бизнес тариф. Еще раз повторяю, это гораздо дешевле, разок, так, наверное, в пять, чем заказывать полноценный сайт. И еще одно преимущество заключается в том, что здесь одновременно и ваш хостинг, то есть вам не надо покупать доменное имя, вам не нужно покупать хостинг, где будет находиться ваш сайт, вам не нужен администратор, который будет следить за вашим сайтом, и по любым вопросам вам практически моментально отвечают в техподдержке, решают все вопросы, проверяют ваши настройки, и вообще довольно дружелюбный, или как это говорится, клиент-ориентированный сервис. Вот на этом мы этот урок закончим, давайте в следующем видео мы с вами поговорим более подробно про настройки, то есть что можно сделать на страничке, и какие есть дополнительные плюшки на топлинке. Переходите к регистрации вашего профиля, используя указанный промокод под этим видео.